В первую очередь я бы хотел бы отметить, что пришли очень много болельщиков. Огромное им спасибо, поддерживали нашу команду в течение всего матча. Благодарю от себя, от руководства клуба, от футболистов. Большое им спасибо. По поводу матча я скажу, что матч прошел в обоюдах, в острой борьбе. Была очень вязкая игра, ну в рамках футбольных правил. То есть была игра, чисто мужская игра до первого гола. Наши соперники тоже были хорошо подготовлены. Ну и наши ребята тоже были, готовились к этому матчу очень серьезно. Ну футбол это игра. Все зависит, результат зависит от забитого мяча. К сожалению, мы не смогли сегодня забить, хотя были хорошие моменты. Даже на последних минутах мы имели хороший момент. Это футбол, как я ранее сказал. Я бы хотел отметить атмосферу вокруг футбола. То есть наши соседи приехали. Как бы первый матч, у нас договоренность была, что они нам предоставят свой автобус, повезут нас, встретят. Так что мы также договорились, что и сегодняшний матч, что они будут, мы им предоставим свой автобус, они приедут традиционно после игры чай. С руководством мы в течение двух недель поддерживали связь. Очень хорошие отношения с руководством клуба у нас. Даже есть люди, которые играли в ветеранском турнире. Это Чкариули, всеми известный футболист. Он начальник команды. Сегодня тоже после матча дружеский чай попили, обменивались мнениями. Они тоже говорят, что очень благодарны были за тот теплый прием. В принципе, по игре мы как бы закончили предварительный промежуточный сезон. То есть сейчас наша команда находится на седьмом месте, Анджиев на восьмом, Аланин на девятом. Сейчас будем ждать, скорее всего, числа девятого, десятого начнется второй этап. На данный момент мы находимся в группе «Б». Там видно будет. Я после матча созванивался с президентом ПФЛ Соколовым Андреем Илларионовичем. Рассказал ему ход игры, как закончилась игра. Приятно был удивлен, когда он сказал, что я полностью смотрел этот матч. Продолжение следует...